здравствуйте сегодня я хочу записать видео вопрос по сканеру штрих-кода atoll 1103 и 1101 вот такие вот атолловские два сканера штрих-кода я сейчас покажу в чем проблема и как ее можно решить возможно что в настройках что-то нужно делать но обращался к специалистам к программистам в компании никто эту проблему решить не может в общем суть такая что вот эти сканеры они не могут брать штрих-коды на вот такие вот двойные штрих-коды на благодарностях вот здесь вот например это благодарности два разных две разные благодарности на открытках производства сфера и вот мир открыток у них такие вот штрих-коды 18 цифр и основные основной штрих-код вот этот а дополнительный он как артикул идет он кстати похож на артикул вот если посмотреть здесь наверху 055 и здесь тоже вот заканчивается на 055 вот сейчас я вам продемонстрирую как в принципе сканер работает здесь у меня вот он беспроводной вот откроем просто текстовый документ любой я здесь уже это удалим для чистоты эксперимента и вот смотрите давайте отсканирую здесь штрих-коды так вот отсканировалось видите все нормально работает и на этой открытки тоже это открытки 3 ход тот же самый то есть и получается кого штрих-код сканер не берет но берет только вот эту часть ну принципе то же самое с проводным но проводной у меня сейчас подключен к пост терминала к нему вернемся чуть попозже ну а по идее сканер штрих-кода должен работать вот таким образом если здесь ввести то есть вот отсканировать вот и у меня пишет что товара вот с таким штрих-кодом нету вот на самом деле этот товар он есть если ввести по штрих-кодов так здесь и все нажмем вот наведите штрих-код и давайте мы его полностью сейчас введем вот и его вел вот эту часть видно да и теперь добавлю 0 0 0 55 вот и это благодарность она нашлась я даже специально картинку забил вот давайте зайдем в номенклатуру и вот эта картинка почему она нашлась вручную потому что я же вручную ввел штрих-код и полностью с вот этим с последними знаками и когда я его вводил а он автоматически определил что это код 39 вот если же что-то новое вводить вот давайте создать вот ну возьмем вот точилку штрих-код с точилки вот он автоматически определил этот штрих-код и присвоил ему ян 13 вот давайте еще раз удалим и теперь сейчас смысла принципе нет этого дела потому что у меня уже есть такой штрих-код давайте сделаем так я нет удалить тоже долго но в общем понятно да когда добиваешь штрих-код полностью автоматически присваивается уже код 39 и почему-то сканер штрих-кода не видит не видит вот такого рода штрих-код я хочу узнать почему я здесь был так номенклатуру сейчас уберем туда все вот иначе у меня настройки не зайдет вот настройки сканера штрих-кода смотрите как все здесь настроено зайдем настроить вот принципе все как по инструкции я пробовал менять значение здесь здесь ничего не не помогает вот и сейчас покажу как меня это устроено диспетчера устройства вот клавиатура но это вот сканер штрих-кода вот он таким образом высвечивается клавиатура hit устанавливал драйвера скачивал с а то лавского сайта вот отсюда я скачал а то центр загрузок драйвера вот этот вот и установил не помогает не помогает не знаю что делать но давайте теперь попробуем эту открытку я знаете что думал может у меня косяк но не получилось настроить и что сканер штрих-кода именно в 1с поэтому я вручную забил в номенклатуру я вам раньше показал вручную забила штрих-коды вот именно этой открытки и попытался выгрузить базу данных в во фронтал и там попробовать может там у меня считает но оказывается там тоже не считать не считывает давайте я вам это продемонстрирую вот возьму сканер штрих-кода подключенный к пост терминалу и просканирую так вот видите пишет что товар с штрих-кодом каким-то не найден вот а давайте добавим сюда еще 0 на 0 55 но смотрите я вручную сейчас завел штрих-код полностью и нажму на клавишу мешка вот видите я нажал и благодарности нашлась мигом зеленая рамка символика рф благодарность универсальная отлично то что надо но почему все таки штрих-код не виде но сканер штрих-кода не видит такие коды для меня остается загадкой пока еще никто не смог решить эту проблему вот как бы давайте я вам покажу что сканер штрих-кода считывает обычный штрих-код нормально вот здесь у меня есть штрих-код видите считалось мяч футбольный пожалуйста все считывает но здесь был просто мяч вот и штрих-код от него все нормально работает но как бы не так как надо но как бы можно конечно возразить что все сканеры штрих-кода не понимают вот таких таких штрих-кодов не понимают все я скажу что они все я заходил в магазин в сктывкаре и там продемонстрировали мне отлично как у них сканер штрих-кода работает но как бы пробивает полностью берет этот штрих-код я даже проверял закрывал вот эту часть штрих-кода и он соответственно сканировал эту часть если же я не закрывал то он сканирует полностью вот дальше будет видео как доказательство этому а сейчас пока покажу какой штрих-код там сканер штрих-кода вот такой вот работает специально зашел на характеристики посмотреть считыватель 1д вот обычный считыватель вот такие вот сканеры вот от уловские они тоже 1д вот но вопрос почему вот этот сканер штрих-кода берет штрих-коды оба оба штрих-кода от уловский не может это не берет думаю в принципе вопрос понятен да вопрос в том как от уловские сканеры штрих-кодов научить работать с обеими штрих-кодами как повторяюсь дальше будет видео сейчас вставлю которую как доказательство будет показывать как работает этот сканер штрих-кода все всем пока да еще одну ремарку сделаю мне предлагали на станциях вот именно по там где я купил сканеры штрих-кодов мне сказали что можно принципе обойти это таким образом что такие благодарности дипломы все забить под одну гребенку ну то есть написать просто там благодарность универсальные открытки универсальные или в как в ассортименте и пускай там считывает штрих-код ну основной но меня это не устраивает это не по-современному это неправильно на самом деле есть и разные благодарности и разные штрих-кода по сути дела просто нужно научить как-то сканеры штрих-кодов работать корректно так как они должны работать и к слову я еще здесь наконец-то настроил себе клавишу включается кнопку продажи по свободной цене просто забиваю здесь цену и нажимаю себе вот минус сделал вот по свободной цене ничего не пишется здесь и можно принципе таким образом и придется пока работать вот таким образом потому что я по-нормальному не могу забить номенклатуру со штрих-кодами в программу 1с розница вот одна из причин это вот не умение работать с штрих-кодами у сканеров здравствуйте друзья сегодня магазине и хотим проверить как вот считывает 2 2 лягушки так скажем 2 сканера штрих-кода считывать будем вот такой двойной штрих-код на любых открытках они есть в основном у производителя сфера я вам хочу сейчас показать что с виду одинаковые сканеры штрих-кодов но один из них считывает только основную часть а второй вот белый оба и я вам продемонстрирую это сейчас программно вот как выглядит вот позиция 1 считали и теперь со второй и вот эта лягушка она видит что под этим штрих-кодом сразу несколько но три открытки и он не может выбрать именно эту открытку с именем там поздравляю потому что этот сканер не может считать полностью этот штрих-код где и скрывается вот под этим маленьким штрих-кодом именно название вот той открытки которая нужна я думаю теперь это более понятно что все таки проблема здесь сканера штрих-код штрих-кода я это и проверял в беспроводном дома действует тоже точно так же так ну все спасибо